В эфире канала Россия итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Главное политическое событие недели. Во вторник состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Карачаевой Черкесии Рашидом Тимрезовым. Темой обсуждения стала социально-экономическая обстановка и планы развития региона. С подробностями Альбина Ламкова. В ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина с главой Карачаевой Черкесии Рашидом Тимрезовым затронуты все аспекты жизнедеятельности республики. Развитие социальной сферы, экономики, промышленности, инвестиций. Но сам диалог начался с ситуации в сфере здравоохранения. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за те решения и поручения, благодаря которым мы достаточно серьезно и качественно изменили жизнь в республике. Это и социальные, и инфраструктурные проекты. То, что напрямую сказывается на качестве жизни населения. За это вас хотел бы искренне поблагодарить. Что касается медицины, то на сегодняшний день по борьбе с распространением коронавирусной инфекции у нас достаточно и средств индивидуальной защиты, и медикаментов, и медицинского оборудования, и транспорта, ну и, конечно же, самое главное, медицинского персонала. У нас есть запас кочного фонда. Но основным направлением, конечно, для себя считаем очень важным – это вакцинация. Темпы вакцинирования мы наращиваем. Но работа не очень простая и одна из самых приоритетных, отметил Рашид Тимрезов. В первую очередь, конечно же, это касается людей старшего поколения. Все видят, что в последнее время вирус мутирует. Мы достаточно плотно взаимодействуем с Министерством здравоохранения Российской Федерации по всем новым протоколам лечения. Ну и хочу сказать, что такую методическую и практическую помощь мы ощущаем от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Наши врачи готовы. Я же считаю, что со мной это, конечно, вакцинирование нашего населения. На региональном уровне этот год объявлен Годом медицины в республике. Отметил руководитель субъекта. Конечно, прошлый год нам позволил вскрыть те тонкие моменты, которые у нас были в системе здравоохранения. Хочу еще раз вас поблагодарить за ваше решение. Это было модернизация системы здравоохранения. Первичного звена. Это нам позволит улучшить материально-техническую базу всех наших медицинских учреждений. Ну и, конечно же, мы также и по нашим проектам демографии и здоровья выполняем неукоснительно все индикаторы. И люди это чувствуют. Решение, которое мы приняли по поводу перекредитования с банковских кредитов на государственные, на Минфиновские, первое, инфраструктурные деньги под инфраструктурные проекты. Знаете, я считаю, мы в меньшей степени попадаем под перекредитование. Но для нас инфраструктурные кредиты, инфраструктурные проекты... Владимир Владимирович, я еще раз хочу сказать, мы за последние годы построили более 600 социально значимых объектов. Бюджет республики на 62% социально ориентирован, сказал глава Карачаева-Черкесии. Реальный сектор экономики продолжает развиваться. Я вам докладывал в прошлом году о том, какую задачу мы поставили до 2023 года. И, конечно, для нас это реальная возможность сегодня открыть, создать новые рабочие места. Конечно же, с созданием инженерной инфраструктуры, дорожной, там и туризм, чем мы отвечаем. Конечно, для нас это реальная возможность сегодня сделать, не побоюсь этого слова, прорыв в экономике нашей республики. Ну, готовьте проекты. Мы готовим. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что работа с правительством Российской Федерации достаточно плотная. Поддержка по подготовке проектов ощутима. Если есть структурные проекты, они вроде бы региональный и республиканский характер, на самом деле они являются общенациональными, потому что даже места отдыха шикарные. Люди едут тоже со всей стороны, как к Черногорскому побережью. Ну, полтора миллиона в прошлом году, несмотря на пандемийный год, полтора миллиона туристов, несмотря на то, что у нас республика, 100 тысяч населения, 1 миллион 240 тысяч в три раза больше. Далее глава государства адресовал вопрос о развитии сферы строительства и сельского хозяйства. Говоря об этой теме, Рашид Темлезов сказал, что если в 2020 году были на последнем месте по темпам водожилья, то уже сейчас на третьем. Касаемо переселения граждан из ветхого аварийного жилья, то наша республика первая в стране завершила досрочно программу. Готовится еще 51 дом. Переселение пройдет совместно с фондом реформирования ЖКХ. Планируют завершить эту программу к концу следующего года, в год столетия республики. Республика успешно развивает интенсивное садоводство. Каждый год в регионе закладывают сады такого типа по 200-300 гектаров. Конечно же, работа проводится с применением современных технологий, отметил глава региона. К примеру, Грушовый сад в позапрошлом году первый в истории современной России. Его высадили на территории 10 гектаров, и он уже приносит свои плоды. В республике успешно развивают личное подсобное хозяйство. Средства на их закладку выделяют из регионального бюджета, образовывая кооперативы. Предпринятые шаги в этом направлении уменьшили отток населения из сельской местности. Это очень важно. С точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются. Проблема с безработицей остается, поэтому мы идем по кооперации, по личным подсобным хозяйствам. Мы ввели в этом году доплату для сотрудников. Глава региона отметил, что за последнее время в сельской местности были построены домокультуры и спортивные комплексы. Они из года в год друг за другом открывают свои двери для юных спортсменов и творческих людей. Работникам этой сферы были введены доплаты. Конечно же, все предпринятые шаги направлены на то, чтобы люди оставались в селе и развивали его. А те проблемы, которые раньше были, это вода, газ, отсутствие детских садов, фапов, домов культуры. Сегодня эти вопросы очень серьезно решают. Отметил в заключении встречи Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова, Вести Корчаева, Черкесия. Также на этой неделе стало известно, что партия «Единая Россия» представит президенту страны Владимиру Путину кандидатуру Рашида Тимрезова для рассмотрения при назначении на должность главы Карачаевой Черкесии. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он уже 10 лет успешно работает и решает задачи развития республики, повышения качества жизни в регионе. У него слаженная, сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который в случае переподтверждения полномочий сможет многое сделать для Карачаевой Черкесской республики. Благополучие и процветание ее жителей, заключил Турчак. Напомню, введенный день голосования 19 сентября выборы глав субъектов России пройдут в 12 регионах через голосование в региональном парламенте. Сегодня день строителя. Строители и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов. Вашими руками, руками инженеров, каменщиков, кровельщиков, плотников построены города, села, заводы, мосты, коммуникации, дороги, крупнейшие социальные и культурные объекты. Это также праздник проектировщиков и архитекторов, которые, воплощая свои идеи, дарят людям комфортные и безопасные дома. Архитектурные сооружения. Многие из них стали частью культурного и исторического наследия, мечтателей и созидателей, которые не боятся ставить цели и достигать их, вызывая всеобщее восхищение. Сегодня Карачаево-Черкесия продолжает курс по развитию инфраструктуры республики по всем направлениям. Жители региона уже оценили новые школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы, парки и, конечно, наши всесезонные курортные зоны, которые мы продолжаем развивать. Мы и дальше будем вместе созидать и реализовывать программы и проекты, повышая качество жизни наших земляков. И сегодня гость нашей программы Дмитрий Пашанов. Работает строителем 51 год. Любовь к этому делу, которая стала его жизнью, привил отец. Теперь у них настоящая династия строителей. Так двое его сыновей тоже в этой отрасли. Встретилась с Дмитрием Вячеславовичем Альбина Ламкова. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике и встретились с нами. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в вашу профессию, профессию строителя и о вашем первом уложенном кирпиче. На стройку пришел в 1970 году. На строительство обсерватории. Стройка века тогда была. Это комсомольская молодежная. И всего Советского Союза туда приезжали. Даже с Японии приезжали строители. Так что там впервые я взял кирочку, мастерок и так далее. И началась работа. Отец мой там работал бригадиром. У него комсомольская бригада была, 40 человек. То есть очень знаменитый был строитель по тем временам. Потом я пошел, потом моих два брата, сыновей нарожал, сыновья пошли тоже в стройку. Какое самое интересное здание вы построили и запомнили на всю жизнь? До конца я не достроил тогда его, но принимал участие в строительстве обсерватории в Архизе. Вот это самое знаменательное. А потом много-много строек, цемзавод. Это тоже так. Потом монолит, кооператив. Потом дома пошли здесь, частники и не частники. То есть строительство промышленное и гражданское строительство. Сколько на вашей практике вы уже построили объектов? О боже! В этом году построили три объекта. Поэтому сколько за всю жизнь, я не знаю, много. Дмитрий Вячеславович, вот сейчас жара. Как вы работаете в такую погоду? А еще приходилось ли работать вам во время дождя? Мешают ли погодные условия? Во время дождя приходилось работать. Но это когда что-то там нужно срочно делать. К примеру, пришел бетон и пошел дождь. Ну не сильный дождь, но дождечек идет. Естественно, надо его выработать. То есть приходилось. А в жару выдерживать? Спецодежда должна быть соответствующая. Светлая рубашечка такая. Тогда выдерживает человек. И чтобы вода была. Сразу попить, умыться там и так далее вовремя. Как изменилась технология кладки за полвека? Что вы можете сказать об этом? Легче ли стало работать? Вот я вам скажу, примерно все одинаково. В советское время там злобинский метод был. То есть один налаживает раствор, другой кирпич. И вот так без конца шло. Но сейчас как-то опять вернулись, как и раньше было. То есть сам человек ложит раствор и сам кирпич ложит. Дмитрий Вячеславович, что сложного в работе строителя? Расскажите о качествах хорошего строителя. О качествах. Это умение, опыт и физическая выносливость. Если физический человек слабый, настройки не задержатся. А сложно ли в эту профессию войти, привыкнуть к ней? Нет. Физические данные, если есть, чтобы ясно с ума была. То есть это очень замечательно, настройки работать. Хотите, я вам скажу интересно. Это 90-е годы. Строили мы там цеха на РТИ. Ребята крепкие, здоровые. Кто десантник, кто борец, кто там этот. Ну, все спортсмены. И вот с 8 утра до 8 вечера работают. Потом давай бороться там на крыше. Вот это красота. То есть некуда было энергию девать. Вот такие ребята, вот это уживаются. Настройки. Физически. Крепкие, да, спортивные ребята, им здесь место. Дмитрий Вячеславович, приходится ли переделывать работу? Насколько это сложно? Было ли в практике? Надо смотреть чертежи, правильно размечать и не делать ошибок. Все. Когда все правильно, тогда никто не разбирать не будет ничего. От чего зависит зарплата строителя? Зарплата зависит от расценок и скорости умения свою работу делать. То есть от выработки. Скажите, пожалуйста, много ли нюансов вкладки? Потому что стены, на взгляд мой, и вообще со стороны выглядят одинаково. Есть ли секреты? Конечно, есть. Если простая китайская стена, это будет просто некрасиво. А если дом в арках весь, и такой как дворец, подойдешь и полюбуйся таким домом. Вот эти нюансы есть. Или простой чертеж, или красивое что-то. А секреты? А секреты. Ну, это мастерство уже. Дмитрий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как правильно класть кирпичную кладку самостоятельно? И как проверить ее качество? Качество раньше проверялось специальные приборы. Вот кладка уже стоит. Приходят с инструментом. И там на манометре показывают, сколько он при вытяжке выдерживает. То есть, если не соответствует норме, значит, качество плохое. Значит, может, тут цемента мало положили, может, там неправильно что-то там сделали. Вот. А когда все правильно, вот мы делаем, допустим, один к трем. А не один к пяти, к примеру. Один к пяти – это слабо края, это слабо растолблено. Один к трем – замечательно все держится. А самостоятельно можно выложить? Если не каменщики ложить, конечно, можно. Первобытные люди не были каменщиками, а дома себе строились камни. До сих пор еще постройки поставались. Так что можно. Дмитрий Вячеславович, есть ли проект в ваших мечтах, который бы вы хотели бы реализовать? Проект у меня такой уже был. Это собственный дом. Я его целый год сначала рисовал, потом чертежи делал, потом построил. С такой, с куполом, с арками. Вот что хотелось, я его воплотил. Давно вы воплотили мечту? Да, уже лет 15, наверное. Дмитрий Вячеславович, спасибо вам за интересную беседу. И желаю вам крепкого здоровья. И еще, чтобы вы на своем жизненном пути построили немало домов. До свидания. Спасибо большое. Очень благодарен, что не забыли нас. К дню строителя приехали, сняли. Мне приятно это все. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. В Кисловодском цирке с 24 июля. Новая грандиозная шелки и рация. Королевский цирк. Код города 8793729658. Категория 0+. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге. Ярославль, столица Золотого кольца России, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте вестидефис.ярославль.ру Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефону 2204-75-2205-47. Дабы имя его в памяти народа жило вечно. В неочередном заседании Думы Дружбинского сельского поселения депутаты единогласно поддержали инициативу старейшин по присвоению имени Ибрагим Хаджи Качиева центральной улицы села. Ахмад Халкечев продолжит тему. Ибрагим Хаджи всю свою жизнь посвятил служению не только мусульманской умме, но и всему нашему многонациональному и поликонфессиональному обществу. Из-за масштабных благотворительных проектов и акций имя Ибрагим Хаджи было хорошо известно и далеко за пределами Карачаевой Черкесии. Именно благодаря его стараниям многие семьи, оставшиеся без крова или без средств к существованию, получали не только поддержку, но и вновь обретали веру в человеческую сопричастность и сострадание. Этот человек очень много чего сделал. Для нашего села, в первую очередь, для всей республики, для всех народов нашей республики, для него не имело значения, кто ты по национальности. Даже не было для него значения, не имело, кто ты по вероисповеданию своему. Он к любому человеку обращался, находил подход. Для многих был примером, учителем, для многих он говорил, что надо делать, как надо делать, как себя вести, как правильно себя вести. У населения республики мнения и решения Кадья Ибрагим Хаджи Качиева принимались бесспорными. В силу своей исключительной порядочности и принципиальности он имел безграничное доверие народа. Для многих он был добрым другом, лучшим советчиком и непререкаемым авторитетом. Предложения о присвоении имени Качиева, уже бывшей улице 50 лет октября, были еще и при жизни имама. Но тогда Ибрагим Хаджи был категорически против, чтобы его имя увековечили при жизни. Меня делегировали в совет старейшин, чтобы я с ним переговорил на эту тему. Я когда с ним разговаривал, он как будто все это предвидел и сказал, что при моей жизни не надо, но после смерти назовите, как хотите, дословный перевод его слов. Такие люди рождаются в 100 лет один раз. Я его знаю с первого дня, как он приехал к нам в село. И во время его, как он стал имамом, тут многое преобразилось. Ну, все, что происходило у нас в селе, все было связано с ним, с его именем. Он не только участвовал, как говорят, он принимал самое активное участие, и при этом он все это возглавлял. И поэтому жители как бы в благодарность ему, в благодарность ему, хотели увековечить память его названием этой улицы. Видный общественный и религиозный деятель, первый кадий республики, известный не только в нашем регионе благотворитель Ибрагим Хаджи Качиев, покинул нас в декабре прошлого года. Ему было всего 59 лет. Я благодарен от лица нашего рода, тем, кто это начинал, кто это принял. Истинным среди них есть истинные мусульманы. Я благодарю их. Дай Аллах им всего хорошего, чтобы они жили в исламе. Он боролся всю жизнь на пути религии. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ажибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Врач-инфекционист городской поликлиники Черкесской Юлия Ионова рассказала о видах вакцинации, о том, какие меры предосторожности нужно соблюдать непривитым гражданам. Является ли источником инфекции человек, получивший вакцину и стоит ли снимать от себя все ограничения после процедуры? Подробнее в репортаже Карача Беджиева. Врач-инфекционист Юлия Ионова озадачена проблемой роста заболеваемости. Хотела бы отметить, что на борьбу с вирусом в арсенале отечественной медицины на сегодняшний день имеются четыре профилактических средства от коронавирусной инфекции. Это спутник ВИ, Ковивак, Эпивак Корона, спутник Лайт. Последний не требует введения второй дозы препарата и врачи достаточно активно используют ее. Со слов специалиста, на сегодняшний день пациенты с охотой прививаются всеми этими вакцинами. Переносимость процедуры среди населения хорошая, отмечает Юлия Ионова. Если побочные реакции, они отмечаются в течение трех-пяти дней. Пятому дню вакцинации человек чувствует себя уже достаточно хорошо. Среди противопоказаний у нас к вакцинации – это наличие аллергии на какой-то компонент вакцины. По поводу состава можно всегда узнать у доктора, что в состав вакцины входит, есть ли на эти компоненты аллергия. Наличие у человека в прошлом какой-то тяжелой аллергической реакции на вакцинацию, такой, как анафилактический шок и отек к венке, беременность ранних сроков и кормление грудью. К временным противопоказаниям относятся обострение хронических заболеваний и наличие на момент вакцинации острых инфекционных или неинфекционных заболеваний. Пациенту дается один выходной после вакцинации. Если же он себя плохо чувствует, то может не выходить на работу. Эта инициатива поддерживается всеми работодателями. Человек может не бояться, что получит экономический ущерб, тем самым получая выходной без больничного. На 10-й день после получения дозы первой начинается выработка антител, но ее количество увеличивается к 28-му дню, максимальное количество антител через 28 дней после получения обоих компонентов. Доктора напоминают, что человек, получивший вакцину от коронавируса, не является источником инфекции и не опасен для окружающих людей. Если быть точнее, его не инфицируют, а стимулируют выработку антител, так как ни одна из вакцин не содержит агрессивного вируса. Также очень часто некоторые совершают грубые ошибки. После получения первой дозы они снимают в себя все ограничения, считая, что все миновало, посещая массовое скопление людей без средств защиты, не придерживаясь мер предосторожности. Человек считается полностью вакцинированным спустя 28 дней после получения обоих компонентов. То есть срок достаточно большой и за это время надо себя защищать, отмечает Юлия Ионова. Харча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Личный состав Южного и Северокавказского округов войск Национальной гвардии совместно с представителями подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов в рамках завершающего этапа оперативно-стратегического учения «Заслон-2021». В маневрах с боевой стрельбой приняли участие более 4 тысяч военнослужащих, частей спецназа, сводных подразделений ОМОН и СОБР. Авиации, артиллерии и других подразделений. Задействованы более 700 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24, Ми-8, Ми-26, беспилотные летательные аппараты, бронемашины, комплексы для проведения инженерной разведки и артиллерийское вооружение. Главнокомандующий войсками Национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов, который наблюдал за учениями, оценил уровень подготовки участников, отметив их профессиональную боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств. В пограничном управлении ФСБ России с 5 июля изменились бланки заявлений для пропусков в пограничную зону. А так как большинство туристических маршрутов в живописной Крачево-Черкесии находится вблизи от государственной границы, тема будет интересна гостям и жителям нашей республики. Наша съемочная группа узнавала, как и в какие сроки можно оформить документ. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. В пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии рассказали, что в настоящий момент поток отдыхающих увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. Основные направления, кроме знаменитых и излюбленных Тиберды, Дамбая и Архы, заявляются Пхия, Кислоисточники и Альплагерь Узункол. Сотрудник пограничного управления Денис Рухтин рассказал о том, что изменились формы для подачи заявлений на получение разрешений пропусков в пограничную зону. Для въезда и пребывания в пограничной зоне до 5-километровой полосы местности вдоль госграницы необходимы документы, удостоверяющие личность. Подать заявление можно тремя удобными способами для заявителя. Посредством электронной почты, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо на личном приеме в пограничном управлении. После вступления нового административного регламента, сроки предоставления государственной услуги составляют для граждан Российской Федерации 15 рабочих дней, для иностранных граждан 30 рабочих дней. При этом все заявления обновились и появились новые формы, которые также предусматриваются этим приказом. Большинство туристических маршрутов республики находятся рядом с государственной границей или проходят через пограничную зону. За главным Кавказским хребтом лежат Абхазия, Грузия, Южная Осетия и Азербайджан. Поэтому, если вы отправляетесь путешествовать в горы, нужно получить пропуск. Например, на знаменитый Алибекский водопад не попадешь, как раньше. Если следовать в альплагерь Узункол, то для граждан Российской Федерации пропуск необходимости не имеет. Но там необходимо находиться, так как пограничная зона, с документами, удостоверяющими личность. Для иностранных граждан уже необходимо иметь индивидуальные либо коллективные пропуска. То же самое на Алибекский водопад, да, например? На Алибекские водопады уже необходимо получать пропуска. Для граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Чтобы не омрачить себе отдых, заполнять документы нужно внимательно и скрупулезно. Уведомления об отказе выносятся при подаче неправильных заявлений. Пропуск в пограничном управлении можно заказать на три года и путешествовать по республике, наслаждаясь ее красотами. Альбина Курочинова-Кенжева, Ольга Савенко, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево. Черкесия. В летнем лагере Сосенко ребята соревновались в меткости в стрельбе из пневматического оружия вместе с членами общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Хотя площадка не со статусом мировой арены, но азарт и спортивный интерес в выигрыше достойны равняться с олимпийскими. Фатима Даурова убедилась в этом. Говорят, лето – это маленькая жизнь. А когда ребенок проводит его в детском лагере, самые яркие воспоминания и впечатления гарантированы. Ведь это не только отдых на свежем воздухе, но и конкурсы, командная работа, развитие самостоятельности и полезных навыков, которые пригодятся в будущем. На пару недель, пока длится смена, ребята погружаются в особую атмосферу, которая царит в Сосенке. Здесь все расписано по минутам. Это общелагерные и просто отрядные мероприятия. Конкурсы, игры, костер, дискотека. Маленький отдельный мир вдали от городской суеты и шума. У нас план построен таким образом, чтобы много было развлекательных программ, а также спортивных. Потому что все-таки это лагерь оздоровительный, много детей занимаются спортом. Конечно, день начинается с утренней зарядки, это важно очень. А потом в течение дня много интересных других занятий. На сегодняшний день за четыре потока успели оздоровиться уже более 360 детишек. Впереди еще последняя пятая смена. Ребята сюда приезжают с удовольствием и охотно делятся приятными впечатлениями от летнего отдыха. Подруги Лиза и Даша после первой смены, которая им очень пришлась по душе, продлили свой абонемент в лагере еще на два потока. Я не знаю, мне вот просто нравится здесь участие, друзья хорошие, воспитатели. И вот все прям на душе хорошо. Как дома? Как дома. Медсестра хорошая, повара вкусно готовят. Воспитатели всегда понимают, разговаривают. Голос не повышают на детей ни разу. Участие. Каждый день у нас мероприятия разные. Дискотека, зарядка также. Сегодняшний день для ребят стал особенным. К ним приехали гости, члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии. Да не с пустыми руками. Они привезли с собой целую спортивно-развлекательную программу для детей. Соревнования по пейнтболу и стрельбе в тире. Думаю, что разговор будет очень долго в этом мероприятии, потому что необычно для детей. То есть понимаем, что сейчас все дети играют в какие-то стрелялки, а тут это все можно попробовать наяву. И надеюсь, что кто-то из ребятишек заинтересуется и будет заниматься этим более серьезно. После подробного инструктажа по технике безопасности от руководителя спортивного клуба военно-патриотического воспитания молодежи «Калибри» Марка Кириенко началась самая интересная – игра в войнушки. Желающих поиграть в пейнтбол было так много, что организаторам пришлось увеличить состав команд на два человека. В спортивный азарт вошли не только сами участники, но и группа поддержки. Большинство из ребят и девчат впервые одежат в руках оружие для пейнтбола, но тем не менее они быстро приловчились и даже показывают очень хорошие результаты в меткости. В «Яблочко» целились и в другом состязании по стрельбе из пневматического оружия в тире. И вот здесь нужно было проявить особое умение – точно попасть в маленькую мишень. Кому-то это удавалось с первого раза, а некоторым нужно было приложить больше усилий. Но впечатления у всех остались яркими, с насыщенными эмоциями. Понравилось. Хотелось бы, чтобы почаще так приезжали. Дети очень рады. Понравилось. Ты попадал еще? Да, во все попал коробки. Пока на поле шли спортивные баталии с высоким градусом напряжения, у жарких печей в столовой и летнего лагеря трудились повара, готовя вкусный обед для ребят. Ведь, как известно, свежий воздух в сочетании с активным спортом повышает аппетит. И кулинарная команда готова принять всех желающих. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия, Даусуз. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Российский государственный социальный университет Пятигорский ведет набор на базе 9-11 классов на программы в колледж, а также бакалавриат и магистратуру. РГСУ. Первый социальный вуз. Эффективный и стабильно развивающийся. Мы очень гордимся нашими студентами. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют... Старинный и вечно молодой город на Волге. Ярославль, столица Золотого кольца России, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте вестидефис.ярославль.ру Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаева-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова